Сигналы о минировании поступили и в южную столицу Крыма, а в Ялте эвакуировали студентов Гуманитарно-педагогической академии КФУ имени Вернадского. Подробности у Аллы Казбаенко, она выходит на прямую связь со студией. Алла, какая у вас обстановка? Мы сейчас находимся в одном из отделений филиала Крымского федерального университета имени Вернадского. Это Гуманитарно-педагогическая академия. Вот видно, что здесь эвакуировали студентов сегодня. Также главное здание оцепили сигнальной лентой. Тут сейчас дежурят сотрудники Росгвардии, также МЧС, пожарная машина, также машина скорой помощи. Хочу также отметить, что сообщение о минировании поступило приблизительно в 10 утра в диспетчерскую службу. И как отмечает заместитель директора учебного учреждения, сейчас обеспечили безопасность для всех студентов. Также и по другим адресам филиалов, на Стахановской улице, на улице Севастопольской. Скажите, пожалуйста, Максим Николаевич, вот какая безопасность будет организована сегодня в пятницу, а вот в выходные? В выходные не заступят на дежурство сторожа и сотрудники частного охранного предприятия. Мы еще раз проверили суждание и до распоряжения силовых структур учебного процесса. Благодарю вас, но я хочу также отметить, что закрыт и медицинский колледж сегодня, также его эвакуировали оттуда студентов. Ну и такая ситуация сейчас происходит по всему Крыму, поступают сообщения о минировании именно учебных, высших учебных заведений, также средних учебных заведений. Ну а в Симферополе, напомню, сегодня закрыты все школы в связи также с подозрительными сообщениями. На этом у меня вся информация, мы будем держать вас в курсе из дела и, соответственно, информировать своевременно обо всех изменениях. Да, ждем подробности об обстановке в Ялте, проинформировала моя коллега Алла Казбаненко.